Всем привет, с вами Руслан. Вот у меня за камерой сижу, речь поет, а вот это чуди, товарищи. Купил я тут как-то пылесос, вот он стоит, самсунг, что там, аэртрак, технология, все дела, модель у нас где-то вот здесь, вот, SC4520. Как бы ничего не подвещало беды, хотел взять китайца, какой-нибудь мистери, типа такого, но думаю взять подороже, прослужит подольше. Ну, как бы не так. Решил я тут пропылесосить, пропылесосил зал, дошел до коридора и он у меня встал. Просто тупо остановился, ни дыма, ничего такого, ни запаха не было, просто он встал. Прошло полгода, пылесос на гарантии, естественно, я его собираю, везу обратно в сервис-центр, отдаю, купил в ДНС, отдаю в ДНС, но его отправляют в сервис-центр Самсунг. Сделает его Самсунг. Проходит у нас некоторое время, сегодня мне отписались, забирайте свой пылесос. Я приезжаю, мне выдают заключение, отказ в гарантийном обслуживании. То есть, компания Самсунг отказала мне в гарантийном обслуживании. Написали они то, что в пылесосе, видите ли, пыль, представляете, да? Пыль в пылесосе, поэтому ремонт они делать не будут. Ну, что делать? Они все объяснили. Здесь вот такой фильтр, его, оказывается, надо было менять раз в три месяца. Нигде ничего не сказано, но я его постоянно прочищал, потому что, дойдя до кухни, вот этот фильтр забивался так, что пылесос просто не пылесосил. Я с этим как-то смирился уже, думаю, ну, хрен с ним, буду так пользоваться. Но, опять но. Но, это ни в коем случае не камень в сервис-центр ДНС. Сервис-центр ДНС всегда отрабатывает на ура, всегда все ремонтирует. Этот товарищ ел Самсунг. И это уже не первый случай, когда с Самсунгами я сталкиваюсь вот так. Самсунг почти всегда пытаются отказать по гарантии. В пылесосе была пыль. Можете себе представить? Пыль в пылесосе. Интересно, откуда она там взялась? Вообще ума не приложу. Здесь два фильтра, он второй. Он также пыльный. Прошу заметить, что фильтр у нас здесь целый, лежит плотненько. Он грязненький, да, потому что я как пылесосил, выкинул с контейнера и так же повез. Как он есть, специально не стал его мыть. Повез именно так. Сейчас хочу попробовать его разобрать, прозвонить. Надеюсь, движок шевой. Возможно, поломка не такая уж серьезная. Буду делать сам в итоге. Начал разбирать, заметил такую вещь. Вот здесь болт стоит под крышкой, видите, да? Это я скребнул уже. На крышке наклеена защитная пленка. Вот я ее снял. Вот она. Чтобы снять крышку, в любом случае, надо было пленку сковырнуть, чтобы крышку отсюда достать. И были бы какие-то следы на крышке. Что ее открывали, разбирали. Крышка целая. Пылесос никто не вскрывал. То есть, тупо он там, ну, неделю-полторы у них пролежал. Они его посмотрели. Он пыльный. Да, внутри он, конечно, пыльный. Это же пылесос. Ёп-моё, извиняюсь за выражение. Это пылесос. Он, конечно, пыльный внутри. Выдали заключение. В ремонте отказано. Слов нету. Сейчас, походу, дело будет накипать и накипать все дальше. Сейчас откручу болт. Открою крышку, посмотрю, что внутри. Вот о чем я говорил. Вот я снял крышку. Аккуратненько пинцетиком подсыпнул. Тут маленько скрябнул. Но все равно по краю, вот, видно, что крышка открывалась. Зазубрина маленько остается на крышке. Нельзя ее снять так, что будет не видно. Пылесос не вскрывался никогда. Открываем здесь. Ну, естественно, здесь пыль. Это же пылесос. Все в пыли, да. Это проблема не в том, что я как-то неправильно использовал его. Проблема в том, что фильтр какой-то дебильный сделан неправильно. Поэтому оно так. Здесь какой-то обратный клапан. Слава Богу, присутствует. Но, опять же, если бы был забит фильтр, обратный клапан бы сработал. И воздух просто пропускал бы из корпуса. Но нет, он же сгорел. Сейчас, наверное, достану движок. Возьму цешку и продолжим. Ну, и что по итогу. Движок я достал. Прозвонил. Обмотка у нас сгорела. Двигатель не заклинивший. Все крутится. Открутить я не могу. Хотя, клетчатка проворачивает. Щетки целые. Пусковой целый. Но сгорела обмотка. Вот мне интересно, каким образом от пыли при не заклинившем двигателе сгорела обмотка. Просто из-за недостатков конструктива данного пылесоса, а именно фильтров, вышел из строя вот этот электродвигатель. Поменять его, по идее, можно. Вопрос в том, сколько он стоит. Если он стоит 1000 рублей, ну хрен бы с ним. Но, опять же, поменять его и на сколько его хватит. Ни люфтов, ничего. Нет, подшипники абсолютно целые. Крутится это вот, по щеткам там звенит как бы. Щетки достать, он перестанет так звучать. Подшипники все целые. Сгорела именно обмотка. Если движок стоит 2000 рублей на него, какой смысл уже его ремонтировать тогда? Если он, опять же, так же сгорит. Палка о двух концах. Дальше разобрать я его не могу. Оно прокручивает. Зафиксировать нечем. Туда ссувать, что-то подставлять бесполезно. Там все вырвется, все продавится. Здесь подсунуть тоже нечего. Клетчатка прокручивает. Если я ставлю сюда трещотку, начиная его крутить, оно крутится. Смотри, якорь у нас в свободном вращении. Видите? И ничего с этим не сделаешь. Только замена двигателя. Так что вот так. Как бы антиобзор пылесоса Samsung. Сейчас собираюсь, еду за пылесосом. Samsung явно пылесос я больше не куплю. Лифтов нет. Это болтается, кричат, потому что я ослабил ее. Сам якорь там как делать? По болту он вообще мертвый. Нет у лифтов. Ну так. Просто пылесос пойдет на помойку. Ну, кому было интересно, лайки. Кому не интересно, дизлайки, комментарии. Что вы скажете по этому поводу? Я скажу, что пылесосы от компании Samsung явно брать не стоит. Может быть, ценовая категория там какая-то другая. Ну, я не знаю. Просто пылесос стоит он ну 6 тысяч, да, рублей. Ну, почему он стоит должен дороже? Если это просто пылесос. Это не моющий пылесос. Это обычный пылесос, который просто сосет пыль. Конечно, у него внутри будет пыль. Смотрите, пыль-то внутри. А что там должно быть еще-то внутри? Я не знаю. Я понимаю. И заклинил бы у него двигатель. Ну, сгорела бы обмотка. Да, но двигатель-то не заклинил. Е-мое. То есть, просто тупо движок был неисправен. И отказали в гарантийном ремонте. Самсунг. Большое спасибо сервисный центр Самсунг город Челябинск за вот такой вот мне движочек. А вам, товарищ, спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал. Буду очень рад подписчикам. С вами был Руслан. Дальше будет интересней. Пока-пока.